Подряд это как бы лайтовенький еще вариант. Погнали! Орковский Мирор не такой интересный. В теме пару месяцев назад была расшифровка в одной из пьяных стримов Димки. Наверное, пропустил истории в Ротках с Роком и прочем. Так что отложи карандаш. Ну, у него периодически возникают такие штуки, пьяные стримы, которые он потом удаляет, но товарищи сохраняют. Но я действительно не все слышал, не все смотрел. Итак, давайте к Оркам. Ну, попробуем, по крайней мере. О, смайлик под КХЛ уже есть? Нет. Нет, но очень интересно. Там Виток спрашивает, как создать второй Аг в Варкрафт 3. В Варкрафт 3 нужно создавать Аг в Батлею и покупать второй Рост Рефордж. Кажется, да. А что случилось? А что случилось? Зачем вам второй аккаунт? Играют у них по совсем разным стратегиям. Как вы видите, тут Блэйдмайстер и Гранты, а там Форсир с Хэтхантерами похожи. Да, Хэтхантеры, по крайней мере. Привет, жжет диски. Жжет диск. Вот я какой-то аккаунт, конечно, выбрал. Блин. Да, Форсир первым. Ой, какая вода красивая слева. У-у-у-у. У-у-у-у-у. И там отражаются зеленые елки. Как же надоели Мироры, говорит Старгук. Первый Мирор на сегодня, первая игра. Уже надоели. По крайней мере, они играют по разным стратегиям. Вода настолько красивая, что курсор отражается. Серьезно, курсор в воде отражается. Следующая игра тоже Мирор, Хошк Чай. Да там уже все равно, потому что это Хошк будет. Я вот так и не понял, они играют... Что у них там по пингу в результате у наших? Они на хостах чемпионс играют, а не в нет-изе, правильно ведь? У меня есть старый аккаунт, первый из батлы, который Старгук и Варкоклассик, захотел рандом ворваться в ладер. Игра выдают ошибку. А-а-а. Может подскажет в часике кто-нибудь себе. На на тизе? Да ладно. Это плохо. С маленьким Прокхель может быть Бобер, избивающий медведя в хоккейной экипировке. Ну, это слишком жестоко. Лизовский турнир, так что это только нет-из. Ну, и последний раз, когда мы смотрели, как Хавк играл с Чаэ совсем недавно на пинге, это было... Это было плохо. Одного Хадхантера Блэйд подрезает. Гранты пытались отхиляться, не получится. Минус один грант, минус второй, это очень серьезные потери. У Соина. Ух ты. Правда, Блэйд нарезает еще одного Хадхантера. Ну, в целом, приблизительно на равных. Даже учитывая то, что Блэйда третий уровень. О, Роксайд с голосовым сообщением, блин. А у меня озвучка отключена. О! Что это, что? Что это? Подождите, подождите. Роксайд. Это телефон был, видимо. Тиала, Тиала, Тиала. Понятненько. Спасибо, можно выключить? Вот тролли, а. Многие из вас сейчас триггернулись, наверное, узнали эту мелодию. О, рабочие побежали застраивать. Смотрите-ка, Хадхантеры побежали. Рабочие побежали. Ну, почему нет? Грантов повырезали. Форсир сейчас возьмет кого-нибудь. Да, фейерлорда берет. И стандартный такой подпушек хороший. Форсир третий. Главное, в такой ситуации не терять героев. Потому что будут тыкать в героев. Форсира. Фейерлорда. Не, начинают бить Хадхантера даже как-то странно. Хорошо отконтроливает Хадхантера. Блейд некоторое время даже побегал бесцельно. Отменяют вышки потихонечку. Блейд очень битый, смотрите. Лечение, бутылочка. Элементали раз... А, это вызов нового элементали. Спасибо большое. Тебе звонили кошатницы безумные. Минус Грант, минус еще парочка Хадхантеров. Может, отобьется. Форсир, правда, с полной маной, вроде как. Вышки не делаются. Новые сейчас только-только были заказаны. Очень сложно ориентироваться в новой графике. Так, элементали немножечко размножились, но армии как-то маловато. Сой надбился, считайте. Ну и лимит тоже, видите, плюс семь. Чайник по сихе, правда. Хороший блок волками. Саха убегает, а вышку отменяют. Да, все никак не удается. Блейд тут за семерых работает. Наносит много урона, быстро отменяет все. Ну, что там такое? У Лингуагви нет больше опции. То есть вот он закоммитился, как говорится, да? Лирус переподписан четыре месяца. Спасибо, Лирус, за переподписку. И будет давить до конца пытаться. Саха бит и возвращается. Блейд. Хатхантера нарезает. Саха второй. Он дожидался специально, когда Саха подойдет. И Блейд немножко подхиляется, чтобы этого Хатхантера убить. Шаманы первые выходят. И вроде как все уже. Сойн отбился. Грамотно отменял вышки, грамотно контролил. Бутылка жизни, попытка отчаянно убить Саху не получается. Хатхантеры падают. Сейчас, по сути, он просто разменивает здоровье Блейдмастера. Такого уже очень хорошего, почти четвертого. На юнитов. Странно, что шаманы тоже небрежно очень отдают. Шаманы, те вплотную идут. У них задача издалека стрелять и поржить периодически. Лимиты, правда, сравнялись. Фаерлорд. Фаерлорд умирает. Четвертый Блейд. Вторые криты. Да, и дальше против такой связки героев. Фаерлорд с Фаерлордом гораздо менее перспективные, потому что оба диспалятся. Они, собственно, и берутся для... Фаерлорд берется, потому что универсальный хороший, с ним можно там играть дальше. А вот Фаерлорд берется, потому что он ситуативно очень опасный. Его элементали в затяжных сражениях множатся. Но потом, когда появляется диспал, толку от него очень мало. Здоровья мало, урона мало. Шансов тоже на возврат в игру почти никаких нет. А Блэдмастер с Сыхой напротив. Сейчас и Ха сейчас третий получает, второе лечение. Будет очень эффективно в него вкидывать ману. Блэдмастер неплохо затарен еще. Ну и нельзя затягиваться следующей атакой, вообще-то. Но ты ничего уже не можешь сделать. Ты выходишь... Ты выходишь, типа, в атаку двумя героями, четырьмя хэтхантерами. Тебя встречают более крутые вражеские герои. И армия, которая даже побольше. Ко мне кот пришел, кот пришел. Буду с котом смотреть игру. Вон, пуршная элементали, почти сразу убивают его. Даже под Борусами готов сражаться с Суин. Немножечко неудачно ворвался. Самое главное, чтобы Блэд работал. Привет, Дантей. Здравствуй, здравствуй. Кот за кого болеет? Кот за меня. Эта кошечка моя всегда-всегда болеет. В хорошем смысле слова. Не торопится вообще Суин. У него сейчас была опция лезть на базу, под Борусы, чтобы хороший дамаг еще влетал дополнительно. А есть опция там отступить, выманить, например, красного, подкрепиться где-то еще. Или заставить противника вот так вот выйти с базы и поймать его на моменте. Хекс сразу форсир начинает нарезать. Минус форсир, пишет, ГГ, Лингуагуа, и это 1-0. Не очень интересная игра, несмотря на разные стратегии. Потому что в целом все равно страты были... Ну, предполагалось, что товарищ с форсиром, с хэдхантерами будет давить застройкой. И Суин, который на данный момент занимал... Ну, до этого матча, занимал последнее место в группе. Вообще, он может претендовать на выход или нет? Он проиграл Colorful. Ну, если Сока выиграет, то, да, вполне может претендовать на выход из группы на втором месте. Дворф говорит, хочет теорию очевидного невероятного в группе Фоги. Если Фоги проигрывает 0-2 лавлету, 120 играет 1-1 с тем же лавлетом и 1-1 суету, то у всех в группе будет 3-3 счет по играм. Да? Да. Узнать бы, почему они выбрали именно эту систему проведения. Мне помнится или я ошибаюсь, но первое время мне казалось, что Басочку недолюбливал. Нет, Бастит-Колбастит вообще. Это мой замечательный кот. Как я мог Басту недолюбливать? Я думаю, Бобби котик, но там надо будет миллионы донатить. Спасибо, Фрозен, за косарик. И Нарвой, спасибо. Таз говорит, расскажи про суд. На ютубчике есть запись вчерашней. Все хорошо. Дантей переписан 3 месяца. Е-е-е, Дантей. Ну первые 20 минут ты на любого кота ворчишь. Вообще никогда не ворчу на Бастита Колбастит. Вы бы видели, как она тут. Она каждый день ко мне приходит с утра, рада видеть. Приходит, когда зову. При том, что это, как бы, кот такой очень-очень шпионский. Очень осторожный. Входы, выходы, двери все контролят. Шумы всегда настораживаются. А мне очень доверяют. Традиционная раздача ключей будет? Чего-то, я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что у нас есть ачивочки. Можно ключи уже и так получать. У тебя хорошая традиция была. Мы сейчас белякам. Покажи кота. Покажи кота. Как же мне его показать-то вам? Не знаю, как показать кота. Вот, кот. Бастет. Бастет. Баст. Баст, она покажись. Вот. Баст. Видите? Вот так мы варкаут смотрим. Доброе слово, и кошка приятная. Довольная такая. Продолжаем. Продолжаем. Икс комм сегодня. Икс комм сегодня, да, икс комм сегодня, после варика также. Футболка с PUBG. Но это мне стихо привез. Оправдываюсь. Это не простая футболка, там еще нарисованы на Т-3 шлеме зубы бобра. И вместо надписи PlayerUnknown's Battleground, там Beavergrounds, MikeerUnknown's Beavergrounds. Здесь футболочка такая уникальная. Ну и как вы видите, здесь немножечко стратегии поменяли. Суин решил тоже здесь сыграть через ФСа и Хедхантеров. Выпадает Агилу одному, перчатки другому. Надо было добавить еще немного PUBG 238. Это стихо придумал, и сюрприз такой устроил, когда переехал в гости. В книге Патрика Ротфуса, имя Ветра, есть персонаж Баст. Черноволосый, как и кот. Напомнило. Ну это кишка, а не кит. Но да, бастет. Бастет колбастетный. Ждет глажки. Идет сейчас пока что такая легкая борьба за нейтралов. А, Хедхантеры сами крепились, получили второй уровень. Грамотно. А форсиры уже были здесь, чтобы мешать. Попытка быстро забрать тролля. Сеточка очень на руку играет сейчас Лингуагве. Подрезал тролля, отошел. Это хороший плюс. No one leave forever. Так все же в курсе, сто раз говорил. О, Беллер. Беллер, Беллер, привет. Камень мана выпадает из волка. Кстати, хороший блок. И вроде хорошо было, да, все у Лингуаги. Подрезал Хедхантера, там подкрепился лучше. И в результате ТП не прожал. Что? Теряет Хедхантер на отступлении. Сейчас такую контратаку может словить. Вот че он ТП не прожал, а? Ладно, видишь, что блочит. Чайник. Третий уровень. Сейчас вторые волки. Ой, вторые волки. Оооо. А там милишный урон. Там криты. Хедхантер стреляет по бору. Волки врываются. Не, он выйдет скоро. Он всех Хедхантеров сейчас потеряет и выйдет. Форсир выйдет на базу. Ну, в смысле, выйдет из алтаря, кажется, на базе. А тут такой хаос будет. Ладно, одного Хедхантера, правда, тут подрезали. Форсира пытаются не выпустить. Все равно плюсовый, мега-плюсовый размин. Еще волки. Одного волка наверх, другого волка вниз. Минусы два Хедхантера. Все, Хедхантеров не осталось. 32 лимит на 22. А вот здесь просто телепорт прожимаешь и все. Передаешь привет и улетаешь на мейн. Оставляешь Форсира наедине с огромным количеством трупов на базе. Это 3-2-2? Да нет, он просто... Просто волнуется, видимо, не прожал ТП. Ну, посмотрите просто на Лингуагу. Он же Щегол справа внизу. Посмотрите. У него просто... Вот смотришь на него и хочется узнать, как дела в школе. Как бы, какой Варкрафт на про-уровне, алло. Не готов он. Он не готов. Форсира пытается получить третий. Не факт, что именно он добьет... А-а-а, он добился-таки молодец. Хедхантер... Вряд ли он от волка уйдет. Понимает этот Форсир, добивается от Хедхантера. Вышел здесь Таурен пораньше еще у Суэйна. Ну, это 2-0 в пользу Суэйна, очень похоже. Два бестиария делает. Фоги похож на учителя информатики. Да, Беллер, я подкалываю просто, конечно. Перспектив там больше значительно у Щеглов. Но в данный момент, видишь, он как... Играет явно похуже, чем обычно. Из-за нервов. Давайте Хавку уже. Да скоро будет Хавк, ребят. Не торопитесь приблизить неизбежное. Тем более, что у Хавка Чаймика. А Чаймика это... Рейдер-сеточка. Волки харасят рабочих. О, кстати, здесь можно хорошо с Форсиром поубивать рабочих. 28 лимита на 40. Минус рабочий. Добыча остановлена на некоторое время. Бетон сделал даже. Интересно. Волки возвращаются. Сейчас будет грызть рабов. Бедные, бедные, бедные просто Лингуаго. Его обижают. Еще минус рабочие. Он пытается при этом прокрепиться. Слева наверху. Нет, это не он, это Сауин. Извините. Я думал, что Форсир подошел. Этот как раз Сауиновский синий. 4-3 по героям. 3-1. Ну ладно, 3-2. Будет сейчас у Щегла. Может, Т3 есть, как вы верите. Очень странно, что не пошел сейчас на базу просто. Зачем бегать по карте, если можно прийти и навязать сражение, и не убить. А может, это попытка просто поставить базу? Ну, на Т3 есть, шкатулку взять, тыкнуть. Как раз лимит 50, и деньги скапливаются. О, рейдеры замедленные были некоторое время из-за Фруст Армора. Попытка тыкнуть Форсиру. У Форсира, кстати, ничего нет. Ну, правда, есть Стомп второй. И Пурдж. И падает вместо Форсира Таурен. Лингвага пишет ГГ. Ну и... Сою надержит победу. Не знаю, мне что один орк, что второй орк, как бы, они оба зеленые. Я понимаю, что это звучит как расизм. Но, во-первых, я их не понимаю, что они говорят. Я их не знаю. Во-вторых, они играют за одну и ту же расу зеленых. Вот. Не то, что Хавк, понимаете. Там тоже будет мирор, но ты же понимаешь, что Хавк — это Хавк. Хачи-джи. О, повеселили, повеселили. Друзья, сейчас я наглажу кота, пойду помою руки и буду готов к просмотру самого важного для нас матча на сегодня. Давай стойку, бастер, не хотели. Да. Да. и он прям на прошло, как для подсолнения. Ты зареги на место, а для подсолнения, иди сюда мы на подсолнечное место. И вот сюда мы снова тамые верхние покажи, и все их только. И тут сдино, это акт. Но вот этот глупо наилучит этот пай ederim на верху. И что это молчитой, это да, этоarnaкий, и другий. И здесь это терпит тебе совсем. И тут тут. И так на первой уходе, когда на... Идем тогда ничего, вот эти три-пятки, и так вот они все просто надпись. Двор говорит, Саин выглядит даже как-то поприятнее. Корейцы, они все-таки как-то добрее, что ли, кажется, внешне. Да, да, корейцы более... менее суровые, так скажем. То есть Саин — это москвич, а Ленгуагуа — это вот такой суровый парень с... ну, откуда-то там с Южного Урала. Не знаю, кто лучше. Просто раз...